День Комментарий День Рождения Управления МВД России по Тверской области, нашего ОМВД. Этот год не стал исключением, 24-й в гостях были представители нашей журналистской профессии. Вообще, с кем приходится сталкивать, кого интересуют экспонаты нашего музея? Музей существует с 1986 года, и изначально он был создан для сотрудников органов внутренних дел, которые проходили учебную подготовку в учебном центре УВД. Ну, молодые будущие сотрудники. Но в последующем мы расширили контингент, и музей посещают все, начиная от старших групп детских садов, заканчивая ветеранов, столетних, которые приходят к нам, посещают способные, которые дойти до этого музея. Я всех принимаю, как правило, группами. И это интересно каждому. То есть ты ориентируешься же на возраст, да? Если малыши, то им это, наверное, интересно будет. Это попроще, да. Для маленьких это попроще, полегче. То, что для них интересно. Для взрослых это серьезный разговор по истории. Какие эпохи затрагивают экспонаты? Эпохи начинаются с... Так как у нас полиция исполнилась 306 лет в этом году, то с Петра Первого. Вот. У нас полиция появляется при Екатерине Великой. Это 1776 год. Вот с этого момента мы начинаем рассказывать уже о нашей полиции. И проходим и период революции, и период гражданской войны, и становление в 30-е годы, и появление НКВД вот как раз в феврале 35-го года. Это Великая Отечественная война. 60-е годы. То есть вплоть до наших дней, до СВО. То есть и сейчас открывается новая страничка, это уже СВО. Мы пишем историю. Да. История не заканчивается. И каждый день мы стараемся осветить новые события, которые происходят. Потому что история продолжается. А так как полиция является той структурой, которая до всего есть дела, и которая вхожа во все фактически элементы нашей жизни. Это и семейная, и улица, это и магазины, это все. Ты вот называешься сразу так подразделения. Да, да, да. Участковые, ППС, там все. Участковые, ППС, ГИБДД. Криминалисты. Да. Все, все, все. Это огромное количество людей, которые совершенно разнообразных сферах действуют. Вот. И так как полиция находится во всех сферах деятельности человека, то, соответственно, у нас представлено все. И те, кто приходит туда, они в обязательном порядке для себя находят что-то интересное, что им интересно, что их может заинтересовать. Тут и компьютерные технологии, и животные. У нас кинологическая служба собачки у нас есть. Вот. И здесь тебе и, пожалуйста, все, что угодно, все, что тебе хочется. Вообще, Володь, музей, я так поняла, из того, что бурную жизнь тверской полиции освещает, это тоже живой организм. Да, это очень живой организм, который фактически за ним приходится следить ежедневно, потому что каждый раз все что-то новое появляется. Вот я считаю, что если я в день хоть что-нибудь сделал в музее, значит, он уже живет. И я заметил, что если я там хотя бы немножко не появляюсь, он начинает скучать. В музее начинает хереть. Ну, вы уже 27 лет вместе, да, единый организм. Он начинает то тут что-то отвалится, то тут что-то отвалится. Он без меня скучает, как и я без него. Вот. Поэтому мы с ним друг друга поддерживаем. Вот. Я разваливаюсь понемножку. А ему не даю. Здоровья и тебе, и музею. Что за книга? Это третья книга, которая из цикла органа правопорядка Тверского края. Мы ее уже с вами представляли. Вот. Которая посвящена как раз периоду с 30-го по 45-й год. Это как раз становление НКВД. Вот мы сегодня говорим о дне рождения нашего управления внутренних дел. Это как раз этот период, когда в 1935 году создается НКВД. Как раз здесь затрагивается период до этого, с 30-го. Вот. То есть, когда губерния исчезает, наша Тверская. Вот. И когда появляется Калининская область. Да. В 1935 году, в январе появляется Калининская область. А в феврале появляется уже НКВД по Калининской области, которая охватывает 69 районов. Не 36, как сегодня. Огромная территория. Вот. И представьте себе, да, что если сегодня у нас сотрудники все на крутых новых машинах, да, а представьте тогда на лошадке-то. Да, да. Если доскакать, например, до Себежского района, который сейчас в Псковской области у нас находится, это достаточно сложная процедура. Кстати, и когда делала недавно фильм про наших участковых, 100-летие было, как раз рассказывали, что участковый и лошадка, а это тоже близнецы-братья, что называется. Ну, только этот вид транспорта. Я скажу, у нас в 60-е годы еще находилось на балансе более 300 лошадей. В 60-е годы советские. То есть машин-то не хватало. Ну, мы хорошо живем, да, сейчас? Сейчас, да, заботиться. А сейчас, да. В полиции буквально несколько слов о том, что как молодые сотрудники, вот, преемственность поколений. И почему человек должен вот служить все-таки в полиции? Почему это важно? Насколько это важно? Ведь это же и познавательно, это патриотизм еще выполняет функции музея. Дело в том, что, проводя экскурсии по музею, я стараюсь объяснить людям, ну, как правило, молодым людям, в чем важность работы полиции. Дело в том, что мы сейчас каждый день видим рекламу. Служи по контракту. Да? Кто кроме тебя защитит родину? Да. Но дело в том, что СВО началось, и оно закончится. А служба полиции, борьба полиции со злом не заканчивается никогда. Да, к сожалению, преступность всегда будет. И если ты не придешь защитить своих родных и близких, здесь, в городе, не надо никуда ехать. Ты здесь живешь и здесь служишь. Если ты не пойдешь их защищать, их могут и обмануть, и обворовать, и не дай бог убить. Это очень страшная вещь, когда человек сталкивается с несправедливостью. Так кто защитит, кроме тебя? Приходи и помоги своим же родным и близким, своим друзьям. Защити их. Вот в этом заключается работа полиции. Как я уже говорил, она вхожа во все сферы нашей жизнедеятельности. Вы же не любите, когда приходите в магазины, вас обманывают. Вы же хотите, чтобы была справедливость? Ну, так придите и создайте ее. Замечательно. А история богатая и коллектив хороший, да? Конечно, конечно. Коллектив у нас очень хороший. И работа тяжелая, сложная, как правило, связанная с негативом. Но ведь ты же хочешь, чтобы все было хорошо, чтобы твои дети радостно бегали по площадке, и их никто не обижал, да? Ты же хочешь, чтобы гуляли все... Вот буквально недавно я говорил тоже с одним репортером, и он говорит, что он прошелся по Лацманенко ночью, и его никто не обидел, даже пьяные, которые шли навстречу. Я говорю, так это заслуга нашего управления. Это заслуга наших органов внутренних дел. Того, что ты можешь ходить по тем местам, где раньше было страшно, теперь уже не страшно. Это называется наша служба и опасные труда, и на первый взгляд как будто не видно. Кто заинтересуется, когда можно прийти в музей? В музей можно созваниваться со мной по телефону 8906-655-2147. Музей находится на улице Хрустальной, 39. Это управление миграционной службы. На первом этаже располагается музей. Со мной созваниваются, собираются группы, и в любое удобное время для этой группы я провожу экскурсию. Спасибо огромное экскурсии. Замечу, я была на таких встречах безумно интересной и увлекательной. Уважаемые друзья, напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Владимир Потапчик, хранитель музея УВД России по Тверской области. Спасибо огромное здоровье. Новых интересных экспонатов. Уважаемые друзья, спасибо. Будьте здоровы. До свидания.